Успешная, сильная, строгая и при этом очень женственная, утонченная, красивая. Портрет современной бизнес-леди в последние несколько лет все больше притягивает представительниц прекрасной половины и сподвигает на новые, порой невероятные идеи, которые уже через несколько лет воплощаются в серьезные проекты. Как им это удается? Ответ прост. Каждая мотивированная женщина способна добиться большего. Главное заручиться необходимыми инструментами и правильно их использовать. В этом уверена Светлана Зера, организатор и идейный вдохновитель большого проекта «Ты можешь». Встречи уже проходили в разных городах страны и собирали большую аудиторию. На очереди пограничный Брест. Мы создаем сообщество поддерживающих друг друга женщин, потому что, насколько мне известно, по последним исследованиям, именно отсутствие поддержки является тем триггером, который заставляет девушек закрывать свой бизнес или даже не начинать. То есть они боятся остаться одни в этом море возможностей и невозможностей. И наша задача – соединить всех, кто хочет начать, с теми, кто уже начал и достиг успеха, для того, чтобы вторые стали поддержкой для первых. И тогда, я уверена, у нас ситуация в стране, у нас и так хорошая ситуация с женским предпринимательством, в малом и среднем бизнесе, но у нас станет еще лучше. И это действительно так. Белорусские активно осваивают рынок различных специальностей, предлагая свои ноу-хау. А то, что обсуждаемая в зале тема нашла отклику аудитории, подтвердил тот факт, что свободных мест в зале не наблюдалось. Кто-то пришел сюда за общей информацией, кто-то за отдельным советом по своему проекту, кто-то в поиске сотрудников и партнеров. Обстановка располагала к диалогу. Каждая участница форума смогла не только задать интересующие вопросы, но и поделиться своим опытом работы в определенном направлении. Активны были и спикеры встречи. Пройдя этот непростой путь, путь бизнеса самостоятельно, они, как никто другой, знают важность напутствия и поддержки, особенно на начальном этапе. Есть особый стиль, конечно, у женщин в управлении. Он как минус дает, так и плюс. Но плюс он дает в том, что все-таки женщина, она как-то больше семейный бизнес строит, как мать, как заботящаяся о своих подопечных, более тепло, может быть, более душевно и более лояльно. То, что у женского бизнеса есть все шансы занять свою нишу в белорусском бизнесе, сомнений нет. Представительницы прекрасной половины умеют выбирать приоритеты и готовы учиться. К слову, для тех, кто не смог побывать на мероприятии в областном центре, организаторы напоминают, финальный саммит «Ты можешь» пройдет в Минске 3 марта. Так что у всех желающих еще есть шанс стать частью большой команды.